Созданная Акурдой коммунистическая народная партия решает фронтом выступить против, как они считают, чрезмерной либерализации отдельных статей нового уголовного кодекса. В частности, они требуют увеличить тюремные сроки для чиновников-коррупционеров и террористов, а также ввести смертную казнь за убийство и растление малолетних. Международные нормы права игнорируются. Мы не можем не отвечать международным стандартам, мы должны отвечать интересам граждан нашей страны. Правозащитник из Астаны Тулеген Касенов таким поведением коммунистов не удивлен. По его словам, депутаты этой фракции изначально подневольны, а соблюдение международных норм, возможно, и есть политика государства. Международные акты, они вырабатывались в течение не одного года, а в течение нескольких десятилетий и были отработаны. И поэтому игнорировать эти международные пакты, это наоборот, я считаю, что это неправильно. Бывший кандидат в президенты, а ныне практикующий юрист Салим Ультен с коммунистами отчасти согласен, но с одним условием – не коммунистам диктовать, каким должно быть уголовное право. Уж слишком дурная наследственность у этих партий в Казахстане. Если применять нормы права, которые использовали коммунисты в свое время, то есть без суда и следствия расстреливают людей, могли по наущению показаний двух фиктивных фальшивых свидетелей посадить на 10-15 лет, а то и на 25 лет, то, извини, я таких коммунистов держал бы от законов подальше, от нормотворческого деятельности. Коммунисты почти час рассказывали, каким должен быть новый, нелиберально-западнический уголовный кодекс. Правда, при этом как-то плавно обошли моменты идеологической борьбы. О грозящих сроках журналистам за клевету или ужесточении уголовной ответственности для профсоюзных лидеров спикеры предпочли не упоминать.